Был семинар в Минске, и после семинара одна из девушек задала мне, в принципе, довольно простой вопрос. Рома, а какими духовными практиками ты занимаешься? Можно заниматься йогой для того, чтобы растягивать свое тело, быть более здоровым. Можно пойти в спортзал для того, чтобы подкачаться и быть более выносливым, сильным. Ну а какие духовные практики? Какие могут быть духовные практики, кроме как вот так вот сесть, ничего не говорить, ничего не делать, и размышлять о вечном. Реально, место, где я прям разговариваю, это семинары. Я семинары провожу не чаще, чем раз в месяц, или может быть пара раз в месяц. То есть это время, когда я поговорил, и все остальное время я в тишине. Наверное, странно молчать. Как-то это необычно. Ты молчишь, а ради чего молчишь? Разумеется, молчание появилось в моей жизни не с потолка. Я к этому шел постепенно, и это было каким-то логичным продолжением. Я изучал информацию про чистое питание, ел все меньше вредных продуктов, а потом ел в принципе меньше. Перешел на соки с периодами каких-то дегустаций различных продуктов в разных странах, но в целом я в основном питаюсь соками или просто фруктами. И вот уменьшая количество пищи, ты неизбежно очищаешь свое сознание и понимаешь, что в принципе человек из себя представляет, как человек как таковой, боевая единица, представляет из себя какую-то совокупность проблем. И когда ты себя очищаешь, тебя отпускают все твои проблемы. Они реально уходят. Ты перестаешь по поводу них париться, а те, что реально заслуживают какого-то внимания, они почему-то начинают сами собой решаться. И ты начинаешь понимать, что люди остальные, другие люди, они тоже являются каким-то таким комком проблем, которые тебе почему-то становятся реально не нужны. Ты избавился от своих проблем, зачем тебе проблемы других людей? И хочешь не хочешь, оно как-то само получается, ты перестаешь общаться с людьми, потому что в первую очередь, когда человек входит в твой мир, он начинает уравновешивать сосуды. У тебя нет проблем, у него есть проблемы. Сосуды уравновешиваются. Твои проблемы и его проблемы становятся на одном уровне. То есть он тебе доливает своих проблем в твой мир. И ты уже не можешь существовать без проблем, как ты жил. И ты как-то начинаешь просто отцепляться от этих людей. Зачем тебе проблемы? И ты живешь вот в этой тишине. То есть убираешь людей, и уходят все их проблемы, и наступает тишина. Ну, несколько странно с самим собой разговаривать, если, конечно, это не видеокамера, в которой ты говоришь, для того, чтобы потом кто-то это посмотрел, услышал тебя. Бывает книжку, читаешь какую-нибудь? Какая-нибудь фраза просто «Ааа, точно, я так и думал!» И сразу «Классная книжка! Вот мне книжка нравится!» Начинаешь ее всем рекомендовать. Так и произошло, и с молчанием. Я, когда отказался от вредных продуктов, у меня высвободилось очень много времени, я начал много читать, и в мой мир реально попало много книг. Какие-то читал, какие-то слушал в аудиоформате, в машине, в спортзале, просто в дороге. Постоянно у меня был поток информации, внутрь меня шел. И, естественно, в разных книгах, около эзотерического характера, появлялась информация о том, что, да, действительно, практика вот эта «бегу», ни едение, ни дыхание, ни болтание, молчание, она так или иначе практически везде используется, и с разных сторон к этому подходят разные учения. Очень много кто из великих и невеликих говорят о том, что в этом весь смысл, и к этому нужно идти. Даже книжки элементарные по минимализму, то есть упрощаем свой мир, выкидываем все ненужное, они так или иначе выходят на минимализм в тех же самых словах. Ты говоришь по минимуму. То есть ты приходишь к молчанию сам, через очищение сознания, ты приходишь к этому через опыт других людей, которые ты получаешь из книг. Я с огромным удовольствием прямо сейчас делюсь с вами информацией о том, что если вы хотите прийти к гармонии внутри себя, приблизиться к ней, сделать так, чтобы ваш мир стал проще, чище и комфортнее для вас же. Болтайте поменьше. Купите, как я, дрончик, и летайте, снимайте всякую красоту. Че болтать-то? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok